Добрый день, друзья! Ваган, производственная компания Moskit. Разрабатываем, производим оборудование для копчения и вялки с 2008 года. Вы знаете, что у нас есть две группы. Одна на Telegram, одна на WhatsApp. То есть группы наших покупателей, покупателей нашего пользователя, нашего оборудования. На Telegram там более 1000 человек, на WhatsApp более 500. Призываем, вступайте в группы, научитесь многому. Люди общаются, бескорыстно обмениваются опытом. Про копчение, вокруг копчения, по документам, по ценообразованию, по продуктам, с чем выгодно работать, с чем невыгодно. Ну, в общем, куча всяких вопросов по копчению, вокруг копчения. Призываем, вступайте, общайтесь всех наших покупателей. Что я хотел сказать. Ну, периодически в группах общаемся, там вопросы. Значит, пару дней назад женщина там писала. Смотрите, взяла перед копчением в зольник, в москит, добавила смоченную щепу, то есть мокрую щепу. Ну, результат понятный. Кислый продукт с горчинкой, вода, конденсат. Друзья, не делайте никогда подобной ошибки. Не загружайте мокрые дрова, либо щепу в зольник. Просто я вас прошу. Ну, если вам это так нужно, там лично, да, ну, это как бы ваше личное право. Но, если вы хотите продукт москитовского качества, настоящего, не делайте подобной ошибки. Я вот женщине сказал, а сейчас хочу сказать всем, обратиться ко всем, друзья. Без фанатизма, я не говорю, что там месяц сушить на радиаторе дрова. Ну, просто сухие дрова применяйте при копчении в моските. Хорошо. Если вы их смачиваете, то есть вода плюс дым, это горечь, это кислинка, это, ну, как клей на поверхности получается продукта. Ну, это вы так не поймете, это вы поймете только при сравнении вкусного продукта, полученного сухими дровами и с водой. Вот. Хорошо. Любая капля воды портит ваш продукт. Это аксиома, друзья. Прошу это запомнить. Ну, в группах такого нет. Я, люди и ответили, там все уже, все, что нельзя смачивать дрова, нельзя смачивать щепу. Ну, как бы, все об этом знают. Ну, некоторые, вот, потребители, они внимательны. Вот. И страдают. И у них не получается. И продукт получается не того качества, который нужно. Хорошо, друзья. Не загружайте мокрые дрова, либо мокрую щепу в зольник. Я вас прошу просто. Все. Всем всего хорошего. Всем благ. Мирного нам неба. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok